Абсолютная весовая категория, свыше 100 килограммов и завершает наш цикл видеороликов с большого шлема Тбилиси 2023 Гела за Алишвили. Сегодня Гела показал самую лучшую борьбу не с Абой Нанайшвили, не Гурам Тушишвили, не чемпион мира Энди Гранда, не другие фавориты, а именно Гела за Алишвили забрался на самую вершину пьедестала и выиграл золотую медаль. Кстати, третью подряд золотую медаль с турниров большого шлема Тбилиси. Трехкратный и, как говорится, неоспоримый чемпион этих турниров. За полтора месяца до чемпионата мира Грузин Гела за Алишвили снова показывает, что он очень серьезно настроен и, возможно, тренерский штаб решит его взять в сборную Грузии на предстоящее первенство в Дохе. Ну что ж, мы будем смотреть, наблюдать. А на ваших экранах второй раунд против дзюдоиста из Германии в синем кимоно. И в этом эпизоде обоюдное шидо получают спортсмены. И для дзюдоиста в синем это третье шидо. Следственное за Алишвили выходит в четвертьфинальную стадию соревнований. Четвертьфинал выдался очень интересным против Бахтиёрова из Узбекистана. Бахтиёров сегодня занял третье место. Тоже очень важная медаль для него. Я его с этим поздравляю. За Алишвили сегодня был спокоен и не суетлив. Наверное, это и стало ключом к успеху для него в этот день. В этот заветный золотой день. Сегодня, кстати, грузины выиграли медальный зачет. Три золотых медали обеспечили Бекаури, За Алишвили и Суламонидзе. В этом эпизоде Бахтиёров выходит вперед, зарабатывая в Азаре. Вот таким он броском. И, конечно же, ситуация становится интереснее. За Алишвили нужно отыгрываться, нужно работать первым номером. Но Бахтиёров сам идет вперед. Не хочет он уступать и сантиметра татами своему сопернику из Грузии. Тем не менее, остается уже менее минуты до конца. Заходит на бросок Бахтиёров. И вот таким мощным амплитудным броском через грудь За Алишвили контрит своего оппонента. Дается в Азаре. Мощнейший бросок на лопатке. Гела за Алишвили решил посмотреть на монитор сверху, на большой экран, чтобы понять, что это был Ипон. И судьи в этом эпизоде дают Ипон за Алишвили. Вполне заслуженный Ипон. И вот она полуфинальная встреча против Энди Гранды из Кубы. Они недавно виделись на предыдущем турнире. Тогда Гранда выиграл за Цепом. И сейчас, я думал, тоже Кубинец выиграет за Алишвили. Но Гела, как я и говорил ранее, сегодня был хорош. И этот день был тоже полон сюрпризов. Можно заметить, что у Гранда, кажется, намного меньше всех своих соперников в этой весовой категории. Левой ногой попытается Гранда зайти на зацеп снова. И в этот раз за Алишвили был на 100% к этому готов. И бросает он своего соперника на Ипон. Четкий контрприем с зашагиванием. И выход в финал. Хорошо почувствовал он за Алишвили этот момент. Прям выжидал. В финале же боролся против Эртуга из Турции. Сегодня, да, сенсационно, можно сказать, этот дзюдоист вышел. Показал хорошую борьбу. И похожим образом, как с Бахтиюровым Шахрухом, так и с Эртугом, Залишвили заработает оценку. Здесь пытается забрать захват Эртуг. Полез тоже на такой прием. И контрприем точно такой же от Залишвили. Вследствие в Азаре. За несколько секунд до конца. И этого хватает, чтобы Залишвили стать золотым медалистом. Я вас с этим поздравляю. Отличная борьба. Грузиной, как говорится на английском языке. Cool, calm and collected. Хорошая борьба. Золото. Я вас с этим поздравляю. И жду на чемпионате мира. Субтитры сделал DimaTorzok